Около 11 утра на Алексеевке столкнулись грузовик Рено и Шкода Октавия. Фура ехала по проспекту Победы со стороны Клочковской. Шкода выехала с Людвига Свободы и угодила прямо под грузовик. Камера видеонаблюдения, установленная на перекрёстке, зафиксировала момент столкновения. Медпомощь потребовалась обоим водителям. Травмы не тяжёлые. Спустя несколько часов на пересечении Московского проспекта и улицы Харьковских дивизий не разминулись «Газель» и «Восьмёрка». Кто как ехал и кто кого не пропустил, разбираться будет следователь. В этом случае также травмы получили оба водителя. Шесть вечера перекрёсток Клочковская от Акара-Яроша, «Лексус» и «Шестёрка». Оба водителя отделались ушибами. Автомобиль «Лексус» выполнил поворот леворуч. Автомобиль ВАЗ-2106 рухался в зустречном напрямке. На данный момент имеется и видеоинформация, что до причин данной дорожной транспортной пригоды. И следственным управлением будет проведена ретельную переверку и установлено, кто сам и кому не надал перевагу руководителю. Очередное ДТП с пострадавшими сегодня утром. На пересечении улиц Шевченко и Матюшенко столкнулись «Фольксваген» и «Форд». «Фольксваген» ехал от Салтовского шоссе с левым поворотом на Шевченко. «Форд» двигался от спуска Веснина прямо. В ДТП пострадали водитель и пассажир «Форда». По сравнению с прошлым годом посчитали в Управлении превентивной деятельности нацполиции аварий за семь месяцев зафиксировано больше. По сравнению с прошлым годом посчитали в Управлении превентивной деятельности нацполиции аварий за семь месяцев зафиксировано больше. С 12 августа нацполиция совместно с патрульными начинают месячник безопасности дорожного движения. В ходе работы будут выявляться порушения, которые особенно влияют на стан аварийности. По-перше, это керувание транспортными засобами в стане алкогольного спьянения, порушение правил швидкостного режима, маневрование проезда перехрест, перевезение вантажей и совершение автоперевезения пассажиров. С сентября начнутся и профилактические мероприятия в школах. Работа на предупреждение аварий с участием детей. Галина Шподарева, Михаил Воронков, Агентство телевидения Новости.